На московском авторынке появились топовые модели китайских электромобилей. Говорят, некоторые лучше Теслы. Но вот пользователей в России пока не так много, чтобы можно было сравнить эту статистику. И мои коллеги решили сами разобраться в электрокарах из Поднебесной. Вообще, что предлагают у нас, сколько это стоит, как цены отличаются у нас и в Китае. Обо всем подробно прямо сейчас. Китайские электрокары можно найти в столичных автосалонах. Вот новая модель. Их начали привозить на наш рынок. Ziker X конкурирует с Теслой. Полный привод, разгон меньше 4 секунд, богатая отделка салона и оснащение. В Китае за такую попросят 30 тысяч долларов. У нас на рынке они выставлены примерно за 5-6 миллионов рублей. То есть почти в два раза дороже. Но в салоне нас убеждают, эта яркая футуристичная машина стоит своих денег. Вы сидите на сидении, это кожа напа. Это считается действительно хороший материал. Здесь мягкий пластик. Небольшой городской семейный кроссовер на каждый день. На максимальной батарее, как заявляет производитель, Ziker может проехать 400-450 километров. 400 лошадиных сил. Нашего оператора Сергея Демьянова сразу привлек смелый дизайн. Шеф-дизайнер у этой машины дизайнер Bentley. Здесь салон, ручки, кнопки, отделка салона. Но такой автомобиль предложит только 50% своих возможностей. И машину нужно еще и растаможить. Автомобиль должен быть обязательно русифицирован. Обязательно должна быть к нему подключена телематика. Должна быть распайка под российскую сим-карту, чтобы можно было пользоваться всеми функциями электронными, которые там есть. Управлять автомобилем через приложение. Большинство функций в них зашито. И тут предприимчивые коммерсанты предпочитают сэкономить. В Кыргызстане таможня зависит от стоимости автомобиля. Есть такой документ-инвойс, в котором прописывается именно стоимость автомобиля. И в этом инвойсе делают ценник, допустим, не 30 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов. И впоследствии у этих автомобилей могут возникнуть проблемы. Вот этот Ziker, люксовый суперкар с электрическим двигателем, продукт мода и хайпа, Семену Юсуфову обошел во все 8 миллионов. Я себя почувствовал в итальянском суперкаре абсолютно, только еще лучше. У Семена авто никогда не угоняли и, надо сказать, вряд ли угонят. Автомобиль оснащен современной системой защиты. Можно открыть с помощью Face ID, можно открыть с помощью Bluetooth-метки безключевого доступа. И можно открыть с помощью вот такой вот карточки, которая прикладывается вот сюда. Я словно сейчас в метро захожу. В салоне попробовать прокатиться нам не дали. Тестового автопарка просто нет. Семен у нас рискованный мужчина. Доверить мне автомобиль, конечно, права у меня давно. Вожу уже лет 10. Но вот за рулем такого автомобиля я еще, конечно, не сидела. Остальная компания в России не представлена. Как по-другому проверить? Нужно же посмотреть, как проявить себя и подвеской, и плавный ли ход. Ну что, поехали. Угоняем автомобиль. Все, ребята, все самое. Я думаю, что мы больше сюда не вернемся. Едет она достаточно хорошо, плавно. Разгоняется действительно меньше, чем за 4 секунды. Пропустим пешехода. Пожалуйста. На такой-то машине как не пропустить. Я чувствую себя королевой на дороге. Еще бы полноприводный, батареи 100 кВт. И тут самая богатая комплектация. Среди опций панорамная крыша, пневмоподвеска и 4 вида массажа. Причем и на задних, и на передних сидениях. Вы его используете как багажник? Ну вот он, видите, такой себе багажник. Да, вот тут есть доступ к батарейке. А что храните здесь? Здесь у меня герметик и насос. Ну, трудно. Ну, кто-то ролики возит. Он не закрылся. Вот он опять не закрылся. На ребра. На ребра, да, на ребра жесткость. Мне полностью под ключ машину привезли, русифицировали. То есть подготовили в лаборатории все документы в российской. То есть она белая, чистая машина, пришла полностью под ключ. Также ребята могут услугу по регистрации, по подбору регистрационного номера сделать. И страховку. На пике популярности также компания «Лисианг». Большие полноприводные внедорожники. 5-6 посадочных мест. Комфортный семейный автомобиль. Тоже электрический. К таким машинам россияне привыкли больше. В тройке также «Лотус», «Летр» и «Аватор». Просто хотя бы для интереса, да, и удивить своих друзей, или просто попробовать что-то, нечто новое. Китайские автомобили достаточно интересно сделаны с точки зрения какой-то вот особый у них там и вид, и очень много у них там электроники. Китайские, немецкие и премиальные иномарки везут в том числе частники для дилеров напрямую через Киргизию и Казахстан. Модели из Южной Кореи и Японии тоже пользуются спросом. В Россию возят их через Владивосток. Российские специалисты научились перепрошивать эти машины, делать меню на русском языке, что в общем полностью снимает какие-либо ограничения для эксплуатации. Электрокарам «Зекер», что пополнили наш рынок, говорят эксперты, нужно дать как минимум пару лет, чтобы они показали себя еще на дороге и пережили зиму. Вера Обливанцева, Александр Стяпин, Сергей Демьянов, Ирина Бис, Москва-24.